СВЕРХСМЕРТНОСТЬ Сейчас войн не ведет, а средняя продолжительность жизни сокращается с каждым годом. Это действительно так. Ожидаемая продолжительность жизни у российских мужчин не превышает 60 лет. И это очень мало. Десять лет назад группа ученых, в которую входил академик Давид Заридзе, начала исследование причин того, почему, по прогнозам, каждый второй российский 40-летний мужчина не доживет до пенсии. Из всех причин смерти вот этих молодых мужчин 50% умерли, потому что они били. СВЕРХСМЕРТНОСТЬ КОГО МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ, КОГОЛИ? Как правило, перед глазами возникает следующая картина. Грязное, бесполое, опустившееся существо, лежащее в канаве или на привокзальной площади. Я все время говорила себе, ну, я не алкоголик. Какой я алкоголик? Алкоголик лежит под забором. Алкоголик синий, алкоголик грязный, от него плохо пахнет, от меня пахнет хорошо. У меня есть работа, у меня есть муж, у нас есть машина, у нас есть дача, у нас есть квартира, у нас есть все. Какой же я алкоголик? Я нормальный, адекватный человек. У меня есть семья, у меня двое детей. Я себя совершенно здорово чувствую. У меня нет никаких проблем по здоровью и так далее. У меня ничего не болит, чего и вам желаю. Большая алкогольная болезнь. Такой диагноз очень часто ставят врачи пациентам, у которых нет практически ни одного здорового органа. Почему алкогольная? Да потому что за редким исключением причиной болезни всех органов в организме становится именно алкоголь. Нет органа, нет ткани в организме, которая не была бы повреждена. Другое дело, что в разные времена на то или на первое место выходит, казалось бы, болезнь одного органа. Ученые считают, что если в стране употребляют более 8 литров алкоголя в год на душу населения, то начинается угасание этноса. То есть нация просто начинает вымирать. Мы можем встретить массу утверждений, что алкоголь в однократном приеме даже небольшого может убить. Это чистая правда. Ну, я считаю, что это все преувеличено немножко. Я выпиваю от двух до трех литров в неделю. При том, что норма для российского человека, как нам рассказывают, да, 8 там, насколько я помню, 8 или 7 литров в год. Да, но при этом я нормально себя чувствую. Вы со мной сейчас общаетесь. Я живой перед вами. Ничего не случилось. Вадиму 36 лет. Он занимается бизнесом и утверждает, что алкоголь – важная составляющая его работы. 80% переговоров проходит за хорошей рюмкой. Проблема не в том, что мы пьем. Проблема в том, что государство глубоко на нас на всех. Тебя на меня, на них. На всех. И в этом, в общем-то, есть определенный камень бытия, да? Идет деградация, в том числе и из-за этого, из-за того, что алкоголь присутствует во всех сферах нашей жизни. Сергей Минаев – известный певец и композитор. И вопреки распространенному мнению об образе жизни натуры артистических, Сергей не пьет. Совсем. Для того, чтобы не пить в обществе пьющих людей, что только не приходилось делать. От классического, когда ругался, и за это тебя выгоняли со стола, а с тобой не садились, до что официант приносил в графине воду и наливал воду, изображал. Я находил способ убедить этих людей. Самое главное – о том, что я не пью не для того, чтобы сделать им неуютно, а просто потому, что я не могу, я не имею возможности и так далее. Они верили, и слава Богу. Аскольд Запашный – представитель знаменитой цирковой династии. Он и его брат Эдгард никогда не пробовали алкоголь. Он смертельно опасен для укоротителей тигров в прямом смысле слова. Мой дедушка погиб от когтей хищников именно благодаря тому, что был чуть-чуть выпивший. Он перепутал тигра, который был ручной, с тем, который не ручной. Засунул руку, ему, собственно, почти оторвали руку хищники, и он от гангрены впоследствии умер. Но не все же укротители. И зачем нам лишать себя радости застолья? Зачем отказываться от алкоголя? Что такого страшного происходит в нашем организме, если мы немного выпиваем, зная меру, пьем, как все? Баланс нарушается с самого первого глотка спиртного. Выпитая проходит через пищевод, обжигая ее слизистую, травмируя стенки. К тому же алкоголь провоцирует в пищеводе и желудке выделение соляной кислоты. Ее действия на органические ткани известно нам еще со школьных уроков химии. В итоге на слизистой пищеводе образуются микроскопические ранки. Возьмем, опять же, примеры. Если у вас во рту есть какая-то небольшая ранка, и вы возьмете в рот крепкий алкоголь, вам будет просто больно так же, если порезать руку и капнуть водки, будет больно. Там происходит то же самое. Вот видно длинное сужение нижней трети пищевода. У человека уже проходит только жидкость, он уже не может кушать. Человек с таким пищеводом больше никогда не сможет почувствовать вкус любимой еды. Ему предстоит всю оставшуюся жизнь питаться через трубочку, проведенную в желудок. Через трубочку он может... Все, что через нее проходит, то и туда вводится шприцом, вливается через воронку. Такие больные, как правило, измельчают продукты в блендере и заливают туда. Пройдя через пищевод, алкоголь продолжает раздражать слизистую оболочку. Выделение соляной кислоты продолжается, но уже в желудке. Конечно, наш организм на первых порах защищается. Если мы постоянно стимулируем, то в один прекрасный момент факторы защиты не справляются с факторами агрессии, которые являются алкоголь. И тогда у человека получается воспаление в желудке. Если человек продолжает употреблять, особенно это относится к крепкому алкоголю, то на раздраженную слизистую, на воспаленную слизистую выливается следующая доза. И механизм продолжается дальше. Считается, что желудок можно обезопасить, если во время выпивки обильно заедать спиртной жирной пищей. В этом случае жир как бы обволакивает слизистую. И алкоголь не всасывается, человек не пьянеет. У некоторых рентгенологов, кто знает эту вещь, существует понятие банкетный желудок. Когда человек вечером очень хорошо погулял, хорошо поел, попил в ресторане, выпил хорошую дозу коньяку, он приходит утром на исследование рентгенологическое, у него толстые, набухшие, отекшие складки желудка. Это видно рентгенологически, то есть они воспаленные. Из-за хорошей еды плюс того, что он выпил много коньяку. Народные методы спасения от опьянения большим количеством жирной закуски не только не помогают, но скорее вредят нашему организму. В России самое распространенное желудочное заболевание – хронический гастрит. Может, могут происходить стадии необратимые, потом происходит перерождение в злокачественную опухоль. Через стенки желудка алкоголь начинает всасываться в кровь. Ее клетки страдают самыми первыми. Алкоголь прекрасно растворяет жир, из которого состоят внешние оболочки кровяных телец, эритроцитов и тромбоцитов. В результате разрушения оболочек они теряют свои заряды, перестают отталкиваться друг от друга и слепаются, подобно виноградной гроздья. Если говорить простым языком, что при этом происходит, формируется тромб. Этот тромб формируется внутри сосуда. И также внутри сосуда он может убегать куда-то по току крови и там закупоривать этот сосуд. Результатом может быть инсульт, инфаркт, гангрена какая-то, нарушение функционирования почек. Возможность дальше жить только путем так называемой терапии замещения функции почек. То есть жить, не отключаясь от аппарата, заменяющего такому пациенту отказавшие почки. Строго говоря, это существование, а не жизнь на самом деле. Или, что, конечно, может быть часто и предпочтительнее, это расплантация почек. Алкоголь не только провоцирует возникновение тромбов в сосудах человека, но и вымывает из крови кислород, который жизненно необходим нашему организму. Начинается гипоксия, то есть кислородное голодание. В ткани начинает голодать, постепенно-постепенно возникают более выраженные изменения, возникает гангрена. Это, как правило, заканчивается, если этим не заниматься серьезно, как правило, это заканчивается ампутацией конечностей. Да, такие явления могут наблюдаться. Алкоголиков прежде всего выдает особая, медвежья походка. Они ходят как-то переваливаясь, прихрамывая. Для врача такая походка пациента – грозный признак. Это означает, что его сосуды уже закупорены тромбами. Кровь не поступает к ногам. Ткани ног испытывают кислородное голодание и отмирают. Именно поэтому человеку становится элементарно трудно ходить. Но это уже крайность. Однако даже на начальной стадии регулярного потребления алкоголь меняет внешность человека. Лицо немножечко блестит, лоснится. Это часто увеличение шеи в области подчелюстной. Увеличивается, развивается, как называется, гигантский паротит. Увеличивается подчелюстные, околоушные слюны и железы. Они отвердевают. И терапевт, когда оказался мод, так незаметно проходит по этим областям. И мало что может к этому привести. Про руки. Есть контрактура дюпиэтрена. То есть, когда в области ладошек развивается рубцевание ткани. И всегда это легко пальцами ощутить. Обычно алкоголики говорят, да что вы, это была травма, я работаю там с лесарем, да, и всегда. Ну, рассказывайте. Иногда алкоголь так меняет внешность человека, что ему приходится обращаться за помощью к пластическим хирургам. Если, конечно, к тому моменту у него еще есть на это деньги. Лучше ее не пить. Не будь таких классов. Это проблема, в основном, которая присуща мужчинам. Появляется вначале такое заболевание розоцея, когда мозг как бы красный вначале, появляются какие-то образования. В последующем эти образования разрастаются. И нос иногда приобретает ужасающий крупный вид. Почему же все это происходит с нами? Да просто потому, что алкоголь, попадая в кровь, вызывает хаос. И чем дольше мы пьем, тем этот хаос все больше нарастает. Если в крови возникают вот такие вот хаотические изменения, в клетках крови, в плазме крови, то, соответственно, такие же хаотические изменения начинают происходить во всем организме. Хаос начинается прежде всего у нас в голове, в мозге, куда в первую очередь попадает с кровью алкоголь. Так мы же поэтому и пьем, не правда ли? Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого... И мне нравилось напиваться. Вернее, мне не нравился результат, когда я уже приходила в себя и понимала, что мне плохо, что со мной что-то произошло, что меня тошнит, что надо убраться в квартире, потому что заметно и так далее, а сил нет. Это мне не нравилось. Но когда шумит в голове, когда изменяется сознание, когда меняется реальность, она становится другой, она становится нереальной. Вот это мне очень нравилось. В общем, удовольствие в состоянии опьянения. Не так давно немецкие медики провели очередное исследование воздействия алкоголя на мозг человека и пришли к удивительному и страшному выводу. Уже спустя шесть минут после того, как добровольцы-испытуемые выпили по два бокала вина, в клетках их мозга произошли изменения. В клеточных мембранах резко сократилось количество холина, отвечающего за выработку нейронных сигналов. А его место в клетках заняли молекулы алкоголя. Отсутствие холина ведет к резкому падению умственных способностей и ухудшению памяти. Так может быть, именно поэтому мы часто, перебрав накануне, на следующий день не очень отчетливо помним, что с нами происходило. Есть участок мозга, иногда ее называют зоной рая. Наркотики или алкоголь действуют напрямую на эту зону. То есть ничего не надо делать. Принял нечто, и пошли сигналы, что у тебя все в жизни хорошо. Несмотря на то, что реальность может быть совершенно ужасной. Раз мы знаем, это расслабляющее действие алкоголя. Мы выпиваем пару рюмок, и по телу разливается тепло, поднимается настроение. Эти такие приятные признаки опьянения говорят о том, что наш мозг уже в этот момент отравлен алкоголем. Вот за 42 даже лучше, за 102. Я от нее не валия никогда. Даже незначительная доза спиртного угнетает процессы активного внутреннего торможения. Отсюда и некоторая развязность, несдержанность. В начале опьянения страдают структуры коры больших полушарий. Активность центров мозга, управляющих поведением, подавляется. Утрачивается разумный контроль над поступками. Снижается критическое отношение к себе. Воздействие алкогольного опьянения – это такое грубое вмешательство в тончайшие интеллектуальные механизмы нашего мозга. Я обычно это сравниваю с тем, что если у вас завис компьютер, не надо по нему стучать молотком. Сергей Мазаев, известный рок-музыкант, долгое время был уверен, что алкоголь стимулирует его. После нескольких доз спиртного ему было легче писать музыку. Вот эта иллюзия того, что алкоголь помогает, она, естественно, плотно меня преследовала. Но через несколько лет такой стимуляции Сергей почувствовал, что алкоголь начинает вытеснять из его жизни все остальное. Начинаем мы выпивать всегда, чтобы казаться взрослыми и крутыми. Это происходит в отроческом возрасте, как правило. К счастью, не все это делают. Потому что я вижу нормальных молодых людей уже другого поколения. Наступала химическая зависимость мощная. Никогда еще никто лучший на музыкальном инструменте не играл от того, что он даже чуть-чуть выпил. Даже на эту тему я вообще говорить не хочу. Это просто смешно. Любой профессионал скажет. Никто еще ни лучше не стрелял, ни плавал, ни бегал, ни в постели там себе не... Это все сказки, знаете, для дурачков. Алкоголь и интеллектуально-творческая деятельность человека – это еще один миф. Говоря простым языком, он тупит мозг и затормаживает передачу нервных импульсов с клетки на клетку. Получается, что мы пьем, стремясь получить удовольствие. И получаем его, заменяя молекулами алкоголя молекулы нашего собственного мозга. Мы просто пропиваем свои мозги. В прямом смысле этого слова. Когда мы творим, решаем какую-то задачу, все 15 миллиардов клеток нашего мозга активизируются. Если упорно продолжать работу, через какое-то время наступает миг озарения. Научные исследования доказали, что достаточно выпить кружку пива, бокал шампанского и любого алкогольного напитка, и в течение двух недель у человека не может быть никакого озарения. Человек на две недели теряет способность творить, решать задачи, находить правильные решения. Вино, как считают специалисты. Ну, это убийца, по-видимому, убийца номер один сейчас. Я осторожно это попытаюсь утверждать. Я убийца номер один, хотя бы потому, что он всегда рядом. К нему нет ни атмосферы общественного осуждения, ни страха перед ним. К нему есть легкая любовь. К нему есть огромная литература. К нему... Он друг. Лучшего убийцы, чем друг, представить себе, наверное, трудно. Что, собственно, и происходит. Алкоголь – это потрясающая, мощная часть мировой индустрии. Вы можете себе представить, как крайне неинтересно будет кому-то, если на любой, на бутылке Шито-Марго будет нарисован череп с костями. Понятно, что те, кто производят и продают, это же гигантская корпорация людей, которая пронизана снизу доверху. Они очень богаты, у них есть деньги, у них есть деньги на подкуп. Начинаются рассказы о том, что красное вино лучше, белое вино лучше. Начинаются споры на эту тему. И таким образом отвлекается население. Он начинает говорить там, Жень, что ты мне говоришь? Вон там в одном известном центре директор говорит, что да, красное вино хорошо. В другом центре директор говорит, что надо пить виски и так далее. Вот это, конечно, просто страшно. Никто не знает и не может знать, какая доза безопасна для него. После какого количества алкоголя он попадет в зависимость. Проще говоря, станет алкоголиком. Можете ли вы быть уверены в том, что после половины бокала в день не перейдете на два бокала бутылку? Знаете ли вы, что если вы всего лишь один раз перенесли сотрясение мозга, то сопьетесь в 10 раз быстрее, чем тот, у кого подобных травм не было? Алкоголь очень терпелив. Он умеет ждать. Условная безопасная доза, она в данном случае сыграет человеком просто злую шутку. Он внушит себе, что дозы, которые он потребляет, они безопасны, но через несколько месяцев или лет сформирует жесткую алкогольную зависимость. Потребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы. Результатом воздействия алкоголя на репродуктивную систему часто становится бесплодие. Женщина не может зачать ребенка или выносить его. Но с другой стороны, если женщина пьет, то может быть для ее ребенка самое лучшее просто не появляться на свет. Очень часто даже беременность не заставляет женщину отказаться от алкоголя. Она уверена в том, что плацента, через которую ребенок в утробе матери получает необходимые для развития вещества, весьма надежно предохраняет его от любого внешнего воздействия, в том числе и от воздействия алкоголя. Миф, что плацента защищает, я хотела бы развеять. Потому что плацента при употреблении алкоголя, она не та плацента, как представляют себя женщины. Она теряет очень быстро свои защитные свойства. И поэтому алкоголь обладает моментальным, очень быстрым, поражающим действием на поле. Пока что. Страшно еще и то, что немногие женщины, находясь на седьмой-восьмой неделях беременности, знают об этом. Они еще не чувствуют, что внутри у них уже развивается новая жизнь. И поэтому продолжают вести себя как обычно, не отказываясь ни от чего, и от алкоголя в том числе. Именно с детьми, которые приходят с зайчей кугой, волчьей пастей. Но кроме внешних уродств, дети пьющих мам страдают огромным количеством внутренних заболеваний, начиная от порока сердца и заканчивая олигофренией. И мамы их, как правило, вовсе не отбросы общества. Они просто пили как все, не зная критической для себя дозы. Назвать дозу, мне кажется, что любая доза алкоголя, если она постоянно принимается женщиной, и не мне кажется, а есть такие исследования и такие данные, она не может не сказываться на той или иной женской функции. Никогда нельзя сказать, на какую женщину, как повлияет и какая доза алкоголя. Пиво у нас традиционно считается самым мужским напитком. Но парадокс в том, что самый мужской напиток повинен в том, что мужчины, его предпочитающие, сами не замечают, как теряют мужские качества. Само по себе пиво является чрезвычайно калорийным продуктом, в составе которого находятся такие продукты, например, хмель, который является природным фитоэстрогеном, то есть женским половым гормоном, который на регулярной основе некоторые мужчины ежедневно потребляют. Это является не есть хорошо, поскольку женские гормоны работают, как правило, в противовес мужским. Прежде всего, у мужчины меняется внешность. Сужаются плечи, увеличиваются молочные железы, появляется жир в области талии. Иными словами, его фигура становится женоподобной. Появление характерного пивного живота говорит о том, что у человека развился метаболический синдром, то есть нарушение обмена веществ. Алкоголики – это уже не мужчины, так скажем, да, то есть вопрос о деторождении там часто, это не только эректильная дисфункция, это просто уже гипогоназизм, есть такой термин, а это отсутствие выработки, ну, сперматозоидов, окончательно скажем, или их вообще мало, или они не работают в нужном количестве. Тело женщины тоже меняется под воздействием алкоголя. У нее также растет живот, а фигура становится мужеподобной. В итоге мы все, и мужчины, и женщины, становимся лицами некоего среднего пола. Я могу выпить литр коньяку под хорошую закуску, буду адекватным, нормальным человеком, без угрозы для общества. Меня не будет тошнить, меня совсем никогда не тошнит. Дело в том, что утрата рвотного рефлекса, то есть естественная защитная реакция на алкоголь, это на самом деле плохо, потому что организм таким образом сопротивляется опьянению, и как бы подсказывает нам, что привыкать к алкоголю, алкогольному опьянению не нужно. Красное вино это и вкусно на самом деле, помимо этого, это еще и полезно. Но опять же, мы говорим в небольших количествах, те же бокалы два в день. Полезно для сердечно-сосудистой системы, это вымывает холестериновые бляшки, повышает гемоглобин. Мне так хочется людям сказать, не растворяйте свои мозги и этиловым спиртом, потому что они вам очень сильно пригодятся в этой жизни. И вот этот миф о том, что употреблять алкоголь в каких-то дозах, чтобы были чистыми сосуды, это все, конечно, тоже определенный миф, потому как лучше заниматься спортом, дышать свежим воздухом, и тогда сосуды будут в порядке. Но мы не привыкли верить врачам. Мы верим не в академическую медицину, а в проверенные народные средства. И мы точно знаем, что некоторые спиртные напитки, например, коньяк, прекрасно помогают при повышенном давлении. Сосуды расширяются, и давление понижается. Сначала расширяются сосуды, а вторая фаза – это спазм, сужение сосудов, выброс катухоламинов, это повышение частоты сердечных сокращений, увеличивается, как бы миокард работает в напряженном режиме, алкогольная кардиомиопатия, аритмия, нарушение ритма сердца. Мы же с вами знаем, сколько мужчин вот находят внезапно умершими, вот буквально на улице, да, вот это вот та алкогольная кардиомиопатия может быть. Интересный факт. Вопреки устоявшемуся мнению, что алкоголь вымывает холестериновые бляшки, как раз первым признаком того, что человек регулярно употребляет спиртное, является повышенное содержание в его организме холестерина. А результат воздействия алкоголя на нашу сердечно-сосудистую систему такой. Это повышение артериального давления, это развитие атеросклероза, это появление атеросклеротических бляшек в коронарных сосудах, сосудах, питающих головной мозг, сосудах, питающих нижние конечности, ноги человека, с появлением симптомов ишемии, и риска развития, соответственно, инфаркта миокарда, нарушение мозгового кровообращения. Но как же все-таки быть с пресловутой допустимой дозой? С этими 20 граммами спирта в сутки. Сколько же можно пить, чтобы не нанести вред себе, чтобы считаться практически непьющим, быть уверенным в том, что просто пьешь, как все? Нормы безвредные употребления алкоголя, чрезвычайно интересный вопрос. Всемирная ингредиция здравоохранения и разнообразные ассоциации специалистов-наркологов постоянно варьируют на тему безвредное употребление алкоголя и условно вредное и абсолютно вредное. Уверяю вас, эти цифры постоянно меняются и будут меняться. Эти цифры не стоят бумаги, на которой они написаны, или там, не знаю, интернет-пространство, на котором они изложены. Потому что не существует понятия безвредной дозы яда. Я считаю, что тот человек, который пьет качественные напитки, ну, более или менее не рискует своим здоровьем, безусловно. все. Тебе так легче будет. Потом разберешься и позвонишь мне. Я здесь буду. На 905-го. Приедешь? Мы предложили Вадиму пройти компьютерную томографию, чтобы проверить, настолько ли он здоров, насколько сам в этом уверен. И кто знает, может быть, на самом деле медики несколько преувеличивают губительное воздействие алкоголя. Может быть, дело не в количестве спиртного, а в качестве. И просто надо пить хорошие коньяки и вина, и все будет в порядке. Владимир Петрович, мы вам провели компьютерную томографию органов брюшной полости из-за брюшинного пространства. Делайте вдох и не дышать. Дышите. На этих изображениях мы получили печень, поджелудочную железу, селезенку, почки. Вы видите, отсутствует кровоток на этом участке. Вы знаете, на самом деле вас очень сильно напугать нечем, но предупредить мы вас обязаны. Немножко увеличена головка поджелудочной железы. Структура печени по плотности не изменена, она однородна, но настораживает то, что она значительно увеличена. Она ниже реберной дуги примерно на сантиметров четыре с половиной. Я ничем не удивлен, мне 37 лет, и в любом случае у нас происходят какие-то изменения физиологические. Меня это никак не пугает. Есть люди пьющие и не пьющие. Человек пьющий, внутри него есть масса градации. Но тем не менее, человек, который выпивает, давайте так, по французским меркам, это примерно полбутылки красного вина в сутки. Вот у него есть два органа, как минимум, которые я на вскрытии увижу, изменения которых я на вскрытии увижу легко и просто. Это головной мозг и печень. Там, простите, все понятно. Это утолченая мозговая оболочка, это своеобразное состояние сосудов мозга, это очаги дистрофии или местами даже атрофии коры. Этого более чем достаточно. У Вадима в разгаре большая алкогольная болезнь. Он просто пока еще не чувствует ее симптомов. Страшно то, что если человек начинает чувствовать боль, например, в печени, то, как правило, у него она не просто уже увеличена, у него уже начинается цирроз. Вот тем, кто все-таки прилично пьет раз в неделю, два раза в неделю, я предлагаю просто попробовать, например, не попить полтора года. И где-то на 13-14 месяце такое впечатление, как будто частотные характеристики в ушах улучшились. То есть глубина звучания мира и частотные, это как бы и раздвинулись границы частотные тоже. И то же самое произошло со зрением. То есть мир стал более прозрачным каким-то, больше оттенков. Но это вот мои ощущения. Некоторые вернулись обонятельные, например, ассоциации, которые там в детстве я последний раз испытывал. Я очень многим людям советую подсесть на трезвость, причем всерьез. потому что трезвость это не некое такое скучное состояние, ожидание, когда же тебе опять разрешат выпить. А трезвость это трезвомыслие, это прежде всего возможность вернуть своим эмоциям, остроту и ощущений, начать этот мир все-таки ощущать по полной программе и ну в общем жить с интересом. Для этого это тоже требует учебы и работы. Научиться жить именно без вот этих химических костылей. По данным последней переписи в России живет 142 миллиона человек. Это количество вполне сравнимо с населением нашего восточного соседа Японии. Только у нас средняя продолжительность жизни 67 лет, а в Японии 82 года. 40 тысячам японцев больше 100 лет. И дело тут не в качестве жизни и не в стрессе. Япония одна из самых тяжело работающих и мало отдыхающих стран. Основная причина такой долгой жизни японцев в том, что в их культуре и традициях практически отсутствует алкоголь, да и генетически они устроены так, что просто не могут переварить большое количество спиртного. И живут они долго и качественно. Японские старички и старушки ведут очень активный образ жизни, путешествуют. А вы уверены, что доживете до 80-ти? ведь сейчас по уровню смертности мы находимся в одном ряду со странами Центральной Африки. Наши мужчины живут 59 лет. Меньше, чем в Камбодже, Таджикистане и Бангладеш. По данным британских исследований, из 100 выпускников школ 2009 года в Англии доживут до пенсии 96 человек, в России лишь 40. Мне жутко и обидно о том, что в нашей великой нации, абсолютно великой нации, с богатейшей историей, насыщенной, очень разнообразной, мы скатываемся к тому, что нас губят вот такие вот очень хитрые факты, очень тонкие такие, как, например, наша страна, она всегда побеждала в войнах конкретных, когда нужно взять в руки оружия и пойти с кем-то воевать. Мы всегда побеждали. Но мы всегда проигрывали в войнах типа холодной. Нас легко победить, обманув. И алкоголь это такая же ерунда. Алкоголь побеждает нашу нацию. Каждый год население нашей страны сокращается на 700 тысяч человек. По прогнозу ООН к 2020 году население России уменьшится на 10 миллионов. Если каждые 10 лет мы будем терять, наше население будет уменьшаться на 10 миллионов. Вы представляете, что это будет? Поэтому мы говорим о стратегических наших целях, о планах. Наша стратегия вся упирается в том, что мы должны быть великой державой. Мы в принципе были и есть великая держава. Но не будем, если это будет продолжаться. Субтитры создавал DimaTorzok